Музыка Сегодняшняя наша лекция посвящена фильму «Не покидай», снятому в 1989 году. Это фильм-сказка и сегодня я буду не толковать вам этот фильм, а дам ключ к его пониманию, чтобы когда вы будете его смотреть, вы видели в нем такие смыслы, которые без большой исторической и культурологической подготовки будут не очевидны. Итак, говоря о фильме «Не покидай», мы перенесемся с вами в древность, 356-323 годы до нашей эры, эпоха жизни и царствования Александра Македонского. До того, как Македонский совершил свои многочисленные завоевания и создал империю, греки жили в своих городах, в своем мире и всех других людей считали варварами, недостойными, не стоящими, которые если что-то и могут, то только быть рабами своих варварских царей. Даже такой просвещеннейший, мудрейший человек, как Аристотель, был уверен, что варвар, то есть не грек, это всегда потенциальный раб и никто другой. Но вот греческая армия под предварительством Македонского прошла по всему миру, и воины увидели, что варвары, те, кого считали варварами, это такие же люди, как и греки, а часто еще куда более образованные, более мудрые, более тонкие. Армия Македонского была крайне невелика, а территорию он контролировал огромную и хорошо понимал, что одних только греков не хватит для того, чтобы владеть такой большой империей. И тогда он решился на следующий шаг. Он предложил своим воинам жениться на тех варварских девушках, которых он знал, точнее, с которыми они знакомились в пути. Ведь понятно, что армия шла в поход без женщин, и такое разрешение было как нельзя кстати. Греки создавали семьи, селились в варварских городах, населяли новую империю Македонского и знакомились с восточной мыслью, знакомились с мыслью буддистов, знакомились с мыслью Востока вообще. Они узнали, что такое зороастризм, а одна из форм зороастризма, а именно метроизм, на долгое время станет важной религией Римской империи. Македонский хотел взять все лучшее, что было в тогдашнем мире, а варварам дать все лучшее, что было у греков. Так сложился эллинистический, не эллинский, а эллинистический мир, для которого характерно проникновение культур друг в друга. До Александра Македонского Греция была демократической местностью, но он установил священную монархию, грекам не свойственную. Права городов он сохранил, но над ними была учреждена священная империя. В Египте Македонский принял венчание на царство как царь и бог. Он стал сыном бога и богом, таким он был объявлен в этом венчании. Коронован он был короной египетских царей, это тоже было не случайно, я сейчас скажу почему. И из культуры греков стало быстро исчезать сознание свободных городов, прежде свойственной греческой демократии. Но ведь никуда не делся интеллект греков, и они прекрасно понимали, что Македонский никакой не бог, а всего лишь обыкновенный человек. По крайней мере это понимали умные люди, но говорить об этом уже больше было нельзя. Ведь если кто-то выступал против божественности царя, его конечно же казнили или изгоняли, подвергали каким-то другим прещениям. Здесь важно понять, откуда вообще на Востоке взялась идея божественного царства грекам несвойственной. С древнейших времен эта идея владела Востоком, владела Месопотамией, Древним Египтом. В более древней эпохе мы проследить не можем, но обыкновенно такие, скажем так, культурологические и мировоззренческие установки появляются задолго до того, как мы можем их проследить в истории. Я предполагаю, что они были задолго до Шумера и Древнего Египта в этом регионе. Потому что весь Древний Восток жил идеей божественного царя, божественного царства, кроме одного Израиля. Где в Израиле, вопреки всем тогдашним пониманиям жизни на Востоке, царь был президентом, а не царем-жрецом, не божественным ставленником, который на сакральном уровне спасает свою землю, своих людей и тот удел, которым правит. Такое отношение к царской власти в Израиле было нетипичным, невозможным для Востока, но тем не менее оно было. И становится понятно, что оно там было не без высшего вмешательства, потому что, конечно же, тогдашний народ хотел царя, как жреца, совершающего злоупокойные ритуалы. Сегодня, как вы знаете, в храмах родительская суббота. Если кто-то из вас был в храме, а я был, то мог видеть громадный собор, полностью набитый людьми, которые никогда, ни при каких обстоятельствах, больше в храм не приходят. Но на заупокойную службу они пришли. Что же их туда привело? Их привел туда заупокойный ритуал. Еврейская, израильская вера Ветхого Завета была единственной верой на всей планете, в которой отсутствовали все заупокойные ритуалы. И царь был отстранен от всяческих ритуалов вообще, в том числе от заупокойных, потому что он был президентом, а не божественным царем. Почему именно так? Исследователи, в частности профессор Зубов, считают, что когда израильский народ просил царя, которым пророк Самуил поставил Саула, то Бог дал им царя, как и прочим народам. Но люди желали не просто упорядоченной политической системы, они желали царя-жреца, который будет приносить заупокойные жертвы, заупокойный ритуал совершать. Который настолько нужен в религии, без которого религия кажется невозможной. И опять же, то, что в древнем Израиле заупокойного ритуала не было, говорит о том, что эта религия имела неземное происхождение, потому что не мог на земле такой культ сложиться, такая религия появиться сама по себе. В Ветхом Завете рай был еще закрыт. Бог не мог обещать людям блаженство на небе, потому что небо еще не существовало для людей до пришествия Христова, распятия и воскресения. Праведники и грешники тогда шли в мрачный шоу, но для праведников там было некое место, освобожденное от мучений, которое называлось Лоном Аврамовым. Об этом мы читаем и в шумерских мифах, но читаем как-то очень отдаленно, как некое приглушенное понимание, некое давнее отголоски Адамова знания. И в шумерских мифах посмертная участь в целом крайне тяжка. Но есть какая-то очень туманная перспектива ее избегнуть, то есть оказаться на этом самом Лоне Аврамовым. Но для того, чтобы ее избегнуть, в том числе нужен был божественный царь, совершающий божественные ритуалы, потому что это было общее понимание Востока. Даже греки были причастны этому пониманию и у греков, конечно, в более древнюю эпоху, чем демократическое, тоже было понимание царя как жреца, который совершает ритуалы в храме. Поэтому, конечно же, Восток немыслим без обожествления власти на сакральном ее уровне, что мы видим на Востоке даже сейчас. Вы помните старый церковный скандал по поводу нескольких девушек, станцевавших в храме и в шутливой форме просивших небо принять какие-то меры против тогда действовавшей власти. Эти девушки были арестованы, отправлены в тюрьму и многие мыслящие люди тех лет не понимали, почему патриарх Кирилл не заступится за этих девушек, не попросит, чтобы их простили и отпустили. Для тех, кто церкви сочувствовал, это поведение патриарха было странным. Для тех же, кто церковь ненавидел, это поведение патриарха было еще одним поводом на церковь напасть и ее ужалить. Но патриарх действительно не мог простить этих девушек. И чтобы понять, почему, нужно разъяснить одну, вот эту самую, о которой я говорю, древнюю тональность, восточные мысли, налагающую искажение на все понимание христианства на Востоке, вот уже в течение нескольких тысячелетий, это искажение существует давно. Было у древних шумеров в их вероучении такое понятие «мэ». Для них оно означало бытийную сущность, вещи или явления. Свои «мэ» были у музыки, у искусства музыки, у разрушения городов, у столярного ремесла, у всего чего угодно. Я объясняю это «мэ» как отголосок древнего Адамова знания о том, что Бог особым образом наполняет мир, влагая свою благодать, логосы свою и благодати во все предметы, во все явления, во все, что во Вселенной есть, поддерживая это все и направляя. Есть что-то в «мэ» и от платоновского эйдеса, платоновской идеи. И как платоновские эйдесы «мэ» иерархично. Есть такой научный список Крамера, в котором «мэ» располагаются от высших к низшим. И мы видим, что в этом списке царская власть занимает с третьего по седьмое место, а власть пастыря, то есть власть священника, только восьмое место. Вы видите, власть священника на семь мест отодвинута по отношению к власти царя. И эта ошибочность в оценке царской власти есть древняя ложность религиозного востока. Она и сейчас, спустя пять тысяч лет после шумеров, всецело присутствует в сознании верующих людей в РПЦ. Посмотрите на любую мелкую кассиршу, на любую лютующую у подсвечника в храме тетку. Вглянетесь в них глазами не обиженного человека, но философа. И вы увидите, что для них их хамство священно. Потому что они реализуют свое, пускай и малое, но «мэ» власти. И потому для тетки у подсвечника, шипящей на людей, в ее подсознании ее власть распространяется всего только на пару метров от подсвечника. Но это власть ей кажется куда более ценной категорией, чем даже ее собственная личность. Чем тем более чужая личность. И даже куда важнее Бога. Потому что, если что и изменилось со времен шумеров, так это то, что «мэ» власти стало на востоке на первое место, заняв то место, которое занимала идея единого Бога и Творца. А первое место на то и первое, чтобы его обожествлять. Потому не нужно удивляться, что столь многие прихожанки, как правило те, кому за 40, но и не только они, спешат к таким священникам, которые обещают ломать их и вообще жен от колена. Ведь в списке «мэ» такие священники занимают куда более важное место, чем обычные, добрые, хорошие пастыри. И они такие священники. В сознании многих людей подлинно духовны, потому что несут в себе самое высокое и яростное из этих древних «мэ» восток. Конечно, категориями «мэ» давно уже никто не пользуется. Но в сознании это остается. И это понимание власти до сих пор сохраняется на востоке. Тогда как в Израиле, который находился под прямым божественным водительством, такого понимания власти не было. В Израиле был царь-президент, а не царь-обожествленный жрец и сын Бога, или Бог, как он воспринимался, допустим, в Египте. Почему македонский коронуется в Египте? Потому что если в Шумере царь был неким ставленником Бога, то в Египте он был Богом. И поэтому македонский проглашает себя Богом именно в Египте. Но древняя Греция, в отличие от востока, она меняла разные формы власти, и хотя тоже знала это понимание царя-жреца, но остановилась в конечном итоге на демократии. Хотя память о царях-жрецах жила в греческом народе. Самуэль Хантингтон в «Труде столкновения цивилизаций» пишет так. Цитирую. «В исламе Бог – это кесарь, то есть царь. В Китае и Японии кесарь – это Бог. А в православии кесарь – младший партнер Бога». Слышите, в православии кесарь – младший партнер Бога. Вот это вот то самое древнее, восточное, искаженное понимание, потому что это не библейское, не евангельское понимание власти. Это понимание власти, свойственное древнейшему Востоку. Я полагаю, что оно уходит своими корнями куда глубже, чем даже в шумерскую и аккадскую цивилизацию, и древнеегипетскую цивилизацию, потому что такие вещи складываются не вдруг, они складываются в течение тысячелетий. Такое понимание. Это существование церкви отдельно от государства, наследие Греции, и оно одновременно есть верное отношение к проблеме церкви и государства. Но империя Александра Македонская в свое время принесла это особое, не греческое, а восточное понимание государства и божественности царя в западный мир. Римская империя, в частности, всецело находилась под влиянием именно этой эллинистической идеи божественного царства. Все это называлось эллинистическим миром и просуществовало до самого конца западной римской империи, вплоть до появления первых средневековых государств. Мировоззрение эллинистической эпохи сохранялось всю эпоху Рима, а в Византии оно сохранилось гораздо дольше, вплоть до средневековья, до падения Константинополя, и от Византии это понимание божественного царства и божественного царя было унаследовано Руссию, как оно, собственно говоря, на Русь и пришло. Но тогда, когда Александр Македонский разрушил греческую демократию, такое извращенное понимание роли царя было новым и возмутительным для Греции. И перед людьми стал важный вопрос. Царь себя обожествил, царь в Египте признал себя богом, и теперь все должны почитать Македонского богом. Но ведь они же понимают, что он не бог, что он обыкновенный человек, смертный, ничтожный, никто. И перед людьми встает вопрос, как сохранить свое достоинство и свободу в ставшем несвободным государстве? Как жить в ненормальных условиях, когда человек перестал влиять на политику, как было в греческих городах, на управление городами? В евреческой демократии на политику влияли все, любой мог участвовать в управлении, свободный человек, а тут вдруг это пресеклось. Управлять империей Македонского стали управленцы. И до сих пор управляют государствами не люди, как кажется, а особый класс людей к этому специально подготовленные, то есть управленцы. И вглядываясь в ту далекую эпоху, мы видим, что бог использовал людской разброд того времени и даже людские заблуждения и глупости в отношении власти для того, чтобы появилось новое, необычное на земле явление, имя которому – индивидуализм. До этого человек был частью города, а теперь власть стала существовать помимо человека. Человек перестал влиять на власть каким угодно образом. И человек индивидуальный по этой причине пришел на смену человеку политическому. А политика из гражданской добродетели превратилась в средство заработка и работу государственных управленцев. Это был момент, когда человек получил не свободу в обществе, но свободу от общества. Так об этом говорят видные исследователи. И вот это явление происходит всюду, в авторитарных государствах от времен Александра Македонского до Советского Союза и до наших дней. Этика в греческой демократии была частью политики. Но теперь этика становится свободой частного независимого человека. Вы помните, как многобродский поэт, получивший опыт несвободы в Советском Союзе, писал о важности добродетелей частного человека, о важности быть частным перед лицом всех мировых сил. Все это зародилось еще в эллинистическую эпоху, когда высшей целью стало не государство афинской демократии, а сам человек. Таков был сложный труд Бога в истории, и мы можем только поаплодировать этому труду. В СССР ответа на то, как жить свободному человеку в несвободном государстве, ждали от писателей и поэтов. А в эллинистическом мире Александра Македонского этого ответа ждали только от философов. Ну, понятно, тоже от такой же категории людей, как писателей и поэты. И философы тогдашние дали два ответа, просуществовавшие вплоть до наших дней, существовавшие и в Советском Союзе. Первый ответ – это юродство. Это путь Кинников, путь Диогена-Синопского, когда человек притворяется дураком для того, чтобы оттенить тех, кто действительно глупо. Второй путь – это жизнь в свое удовольствие. Жить в свое удовольствие предложил эпикур и эпикурейцы. Оба эти ответа существовали до наших дней. Но если мы говорим о фильме-сказке и о сказке вообще, о сказке Советского Союза прежде всего, то она близка тому ответу, который давали Кинники, то есть ответу юродства. В СССР существовала своя градация литературных жанров. Верхнее место в ней занимал роман эпопеи. А сказка относилась к детскому, презренному, неважному жанру, к самому низкому, к самому недостойному. Но это же давало сказке эпохи Советского Союза уходить от бдительного надзора цензоров, и поэтому в сказке допускалось то, что было невозможно в серьезном романе эпопеи. Поэтому расцветал в сказке эзопов язык. И сказка тогдашняя сосредоточилась не только в литературе, но в большей мере в кинематографе и еще в большей мере в драматургии. Это те самые знаменитые театры Современник, театр Сатиры, ну и другие знаменитые театры Петербурга и Москвы, где в драматургии все это сосредотачивалось. Потому что такие фильмы, как допустим «Обыкновенное чудо» или «Дракон», или «Дом, который построил Свифт», или «Тиллион Шпигель», все это сначала игралось, и только потом снималось, а вначале все это было драматургией. И здесь высота сказки обеспечивалась мировой литературной высотой. Она была возможна, потому что сказка не подвергалась строгой цензуре, и многие произведения классиков не печатались, а сказка, наоборот, издавалась. Произведения сказочников всей планеты в основном печатались, за исключением некоторых только вещей, печатались и читались советскими людьми с большей охотой, чем всевозможные местные незнайки на Луне. Это связано еще и с тем, что одной из важнейших особенностей эллинистической культуры был космополитизм, то есть способность впитывать в себя все лучшее, что есть в других культурах. А сказка, повторюсь, не проходила в СССР цензурную обработку такой строгости. Поэтому в сказке и в театральной, и в литературной, и в кинематографической можно было высказывать те вещи, которые немыслимы в официальном романе-эпопее. И поэтому сказку следует рассматривать широко. И такое произведение, как Юнона и Авусь, тоже игравшиеся в театре, это тоже в большей мере сказка, чем что-то иное. И прошло оно, и было допущено, потому что шло оно в сознании цензоров по разряду сказки. Хотя, конечно, сказочного элемента там нет. Андерсон писал, что если мы не имеем смелости называть вещи своими именами в жизни, будем это делать хотя бы в сказке. И сказкой чуткие люди советской эпохи ощущали, что всякое царство лжи ненадолго, что оно конечно, несмотря на все заявления о своей вечности и бесконечности. В свое время один следователь допрашивал диссидента Синявского и спросил его, почему вы против нас идете, когда у нас такая сила. Синявский ответил, что Римская империя была еще более сильна, но пала. Следователь впал в ступор, долго думал, а потом говорит, а что такое Римская империя? А, так это история. Так что ж ты мне про историю? Я ж тебе про жизнь говорю, а ты мне про историю. И тогда Синявский сказал, я понял, что для следователя все прежние эпохи до СССР это история, это к нему не относится, а его империя вечно в его сознании. Так считают, воспринимают себя все империи. Римская империя, в частности, считала, ее жители считали, что империя такая же вечная категория, как воздух, вода, камни, скалы, океаны. То есть то, что будет всегда. Так рассуждают жители всех империй, и все они ошибаются. И если вы прочитаете комментарии к фильму «Не покидай», то вы удивитесь, как много людей симпатизирует канцлеру, самому отвратительному персонажу этого фильма. Когда в сказочную страну приходит свобода, канцлер пытается убедить всех людей, что люди к свободе не готовы, что они от свободы погибнут. И, судя по комментариям, многие верят именно канцлеру, а не этой сказке. Есть такая осетинская народная сказка о том, как герой борется с драконом, и вот он пригвоздил его к земле, и далее читаем следующее. Дракон стал извиваться и кричать, что мир погибает. Представляете, какое нахальство. Зло постоянно старается доказать, что без него мироздание невозможно. Но царство лжи не падает само по себе. Оно должно быть расшатано. И расшатано не политическими акциями, не протестами. В свое время кто-то из оптинских старцев принимал одного белогвардейского офицера, воевавшего против коммунистов, и старец сказал, что воевать против СССР бессмысленно, потому что силой оружия здесь сделать ничего нельзя. Но поскольку над этой стороной нет благословения Господня, то, следовательно, она падет. Она обязательно падет и разрушится, но не потому, что будет побеждена сила оружия, а потому что Бог ее закончит. Так сказал оптинский старец этому белогвардейскому офицеру. Что же это за силы, которые расшатывают империю зла, как, собственно, империя зла очень метко окрестил Советский Союз американский президент в свое время. Эти силы зовутся молитва и поэзия. Именно не социальный протест, а поэзия и молитва. Потому когда к Антонию Сурожскому пришла диссидентка Зоя Крахмальникова и попросила подписать какое-то письмо в защиту кого-то, Сурожский сказал, что это не в его стиле подписывать защитные письма, но он будет молиться об этих людях у престола в храме. Крахмальникова была возмущена, решила, что Сурожский трус или агент КГБ, и ушла. Алиса Николаева старалась переубедить Крахмальникову и говорила ей, что, возможно, по молитвам Сурожского началась перестройка и закончилась советская эпоха. Но та ничего не хотела слышать и видеть, кроме пути социального протеста. А Антоний Сурожский действовал другим путем. Путем молитвы и жалости. Тем путем, которым против коммунизма выступал, допустим, Папа Римский Иоанн Павел II. Он ведь не акции протеста устраивал, он устраивал добрые сердца. И добрые сердца приводили к окончанию эту эпоху. Такова сила молитвы. Что же может поэзия против империи зла? Приведу пример. В начале существования СССР многие русские классики Пушкин, Достоевский были запрещены для прохождения их в школьных программах. Но потом их вернули. И когда писатель Иван Бунин узнал, что классики вернулись в школу, он сказал, что значит СССР падет. Почему? Просто потому, что против него выступили такие титаны, как Пушкин и Достоевский. И имеющий уши услышит этот голос правды небесной против правды земной. СССР ушел в прошлое, как это и положено, серости и злу. Но империи зла будут возникать до тех пор, пока человечество находится в падшем состоянии. Они будут большие, как страна, и совсем маленькие, размером с чью-то семью или рабочее место. А значит, снова и снова будет нужна высокая сказка, чтобы истинно бить те мишени, которые сами себе кажутся не подвластными ни людскому суду, ни времени, ни Божьей правде. это то, дорогие, что я хотел вам сегодня рассказать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok